Добрый день! Выполним подключение панели оператора SP310R производства компании OVEN по протоколу обмена данными MatBus TCP к монитору реального времени SCADA Trismold 7. Для отображения на панели MRV будет передавать данные, поступающие от измерителя регулятора температуры IRT5922 производства компании Elimer, а именно температуру окружающего воздуха. Данное, передаваемое панелью в монитор реального времени, это состояние 8 экранных выключателей. Ну а начнем пожалуй с панели, то есть с ее конфигурирования. С этой целью мы установили на наш компьютер конфигуратор SP300. Далее мы соединили панель и компьютер USB кабелем, ну а в сеть панель мы уже успели подключить. Далее мы создали один экран и предусмотрели на нем отображение принимаемой от монитора реального времени температуры как в виде значения, так и в виде тренда. Также определили 8 обыкновенных выключателей для передачи их состояния монитору реального времени, ну а также время и логотип Trismold. Для хранения значения температуры в панели, а помним, что оно вещественное и должно храниться в двух смежных двухбайтовых регистрах, определили внутренний регистр с адресом 256 десятичных. Вот он, вот он, внутренний регистр. Для выключателей мы зарезервировали следующий свободный адрес 258, внутренний регистр PSW. Ну и последний штрих это назначение IP адреса нашей панели. 192, 168, 10, 67, ну и прочие другие. Далее сохранили на диск выполненную работу с именем Нью, а следом загрузили этот проект в панель. Следом открываем интегрированную следу разработки Trismold 7 и грузим проект OVEN SP310R. Ну а осмотр проекта начнем, как обычно, со слоя источников. Наблюдаем две группы в протоколах NETRS, а именно RTU и RT5922MB и MatBus TCP SP310. Кстати, обращаем ваше внимание на отличие седьмой версии от шестой. Содержимое группы в источниках будет целиком относиться к одному устройству. Начнем с группы MatBus RTU и RT5922. Откроем ее на редактирование. Номер устройства, последовательный порт, а точнее его индекс, ну и прочие остальные параметры. Содержимое этой группы, а именно первый компонент, создан на основе прочтения инструкции по эксплуатации измерителя регулятора, а второй для диагностики обмена данными с устройствами. Итак, вот наш первый, это температура, чтение вещественного значения, а это диагностика обмена данными с устройством. Перейдем к рассмотрению второй группы, MatBus TCP SP310. Открываем тоже ее на редактирование. Номер устройства, сетевые настройки, ну и знакомый IP адрес 1067 на конце. Ее содержимое три компонента, причем последний как водится диагностический, и с его помощью будем определять наличие связи между монитором реального времени и панелью. Первый передает измеренную температуру в панель, второй считывает текущее состояние экранных выключателей на панели, ну а третий, как мы говорили, диагностический. Все понятно. В слое системы создан узел RTM, и вот такая иерархическая структура групп каналов, позволяющая легко оперировать содержимым. Наполнение групп в основном велось перетаскиванием компонентов из источников. Единственный последовательный порт COM1, создан для связи с IRT 5922, и имеет весьма хитрую настройку. Пересылкой измеренного значения температуры в панель занимается программа Sender. Она очень простая, написана на языке программирования ST. Человекомашинный интерфейс нашего проекта, то есть экрана, таковый. Вот основной экран. Описание демо проекта и экран диагностики. Да, кстати, относящийся к группе HMI канал класса call с типом вызова EXEC и именем DESCRIPTION предназначен для открытия сайта компании Adaster с помощью командного файла с именем DESCRIPTION CMD, размещенного в папке узла. Экран описания демо проекта использует графический элемент текст из файла, а файл опять-таки берется из папки узла, а именно из файла DESCRIPTION TXT. Сохраним наш проект для монитора реального времени. Итак, мы выполнили все необходимые процедуры. Теперь выполняем запуск профайлера. Переводим его в полноэкранный режим работы и запускаем. Всплывающий экран с описанием нашего проекта закрываем за ненадобность. А вот это измеренная температура 20 с небольшим градусом. Сверяем, смотрим, что у нас на панели. Да, действительно, так и есть. Но, прежде чем двинуться дальше, откроем окно диагностики. Видим, что у нас подключение и к устройству ввода данных о температуре, и с нашей панелью тоже подключение состоялось. Отлично. Теперь переходим к температурным измерениям. Погреем немножко чувствительный элемент датчика температуры. Итак, тренд наметился. Замечательно. На лицевой панели встанем включать-выключать отрисованные выключатели, при этом наблюдая за происходящим на экране компьютера. Замечательно. Еще раз температура. Ну что, полное соответствие происходящего. Как на экране компьютера, так и на панели. Чудесно. Таким образом, мы выполнили успешное подключение к SCADA 3S Mode 7 сразу двух новых устройств. Панели оператора SP310R. Компания OVEN. Кстати, подключили ее по сети с использованием протокола MatBus TCP. А также второе устройство. Это измеритель регулятора температуры. ИРТ 5922. Производство компании Elimer. По RS485. С помощью MatBus RTU. На этом мы останавливаем профайлер. И завершаем наш ролик. Вам спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...